Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1190. События дня. Осия. 2 глава, 2 стих. Судитесь с матерью вашей, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прерыводеяние от грудей своих. Дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждаю. И детей я не помилую, потому что они дети блуда, ибо блудодействовала мать их и остромила себя зачавшая их. Ибо говорила, пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки. Зато вот я загоражу путь ее тернами и обнесу ее ограду, и она не найдет стезей своих, и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет, пойду я и возвращусь к первому мужу моему. Ибо тогда лучше было мне, нежели теперь. Это, конечно, сказано не к человеку. Мать – это церковь. За 21 марта 2019 года. Тут несколько материалов выставил Максим Степаненко. Я ими занимался, смотрел, там выделял, что надо. И такие материалы, я их называю материалы столетия, очень сильные. По слову Божию все подтверждается. Вот объявление нашей сестры. Остались четверо детей, она умерла. И люди говорят, а почему вы не сделаете, чтобы кто-то помог? Ну, вот делаем, пожалуйста. Можете брать, считать, остановить место. Вот у людей есть желание оказать помощь. И просят адрес. Ну, вот адрес, все тут есть. Арсен. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. У нас в Сочи много молодых ребят уверовали и ходят к баптистам. В разговорах с ними я много раз приводил доводы, почему они не церковь. Но они не хотят понимать и зовут прийти к ним в дом молитвы. И поговорить с пресс-фитером. Говорят, он ответит на все вопросы, укажет на заблуждение православной церкви. Он укажет на заблуждение православной церкви. Ну, указать-то можешь, но ты все равно остаешься не церковью. На церковь найти легко, раз она живая, у нее ошибки есть. А у вас ни одной ошибки нету. Почему? У вас нету вообще. Помогите, пожалуйста, составить список вопросов пресс-фитеру, на который ему нечего будет отвечать. Скажите, как отвечать на его выпады в сторону церкви? Про крещение младенцев и так далее. Не надо про крещение младенцев. Это его и не касается. Не крестят, да и не крестят. Главное, что не церковь. Скажите, а когда ваша эта называемая организация? Никогда не называйте ее церковью-то. Это обман. Когда она возникла? Но Христос основал церковь. Он же не сказал, что другие церкви будут создавать потом. Вы же не в церкви. Если в церкви вы были православие, продолжали исправлять, что неправильно. А вы совершенно другое. В Америке в одной только. Вот этот Джастин. И он и говорит, что у них 20 тысяч разных наименований. 20 тысяч в одной стране. Ни у кого икон нету. Ничего делать они в иконах. Я говорю, потому что не церковь. И Христос в церковь, а с еретиками он никогда не обещал быть. Учатся у еретиков в озере Огненном. А он будет видеть в церкви непорядки. Ну, увидел дальше-то что? Какое ты имеешь отношение к этому? Тебе дана возможность была, а ты ее не воспользовался. Один парень сказал, что если пресс-фитер не ответит, то он перейдет в церковь. И молитесь, пожалуйста, за нас, окоп и арсен. Мы за вас, Владимира, каждый день молимся. Спаси Христос. Ну, вот пусть вот эти-то церкви. Крещение детей, скажи, не понимает ничего. Но в Ветхозавете было образом тенью. В Ветхом Завете было обрезание. Ребенок понимал восьмидневный? Восемь дней. А он заключал завет с Богом. Если не будет он обрезан, будет душа та истребиться. Ну, объясни, скажи, сначала это. Потому что нельзя взять за оригинал то, что после придет. Оригинал впереди был. А ныне обрезание называется обрезание Христова. Два длинности колоссиным. Вот посмотрите там, что написано. Ныне обрезание – это крещение. И там восьмидневном сегодня в таком же делается. Они же ничего не понимают. Один парень сказал, никуда он не перейдет. Человек не прописан на небе. Ему ничего нельзя сделать. Я отвечаю. Комсомольская правда как-то делала большой разбор положения церкви. Выразила, что самая страшная мафия – церкви патриаршей. Будьте осторожны. А от них можно ожидать всего. Я Максиму пишу, Степаненко. Ваши материалы так просто эти покойники так просто не оставят. На лето приглашаю в Потеряевку отдохнуть и с семьей можно. Как-то Кюхельбекер написал о Боди Бога Державина так. Да полноте. Да понимал ли сам Гаврил Романович, что он написал? Вот это и к вашим бесценным трудам столетия. Сегодня молился уже и не раз и благодарил Бога, что услышал наши молитвы, когда мы все время о вас молились. Что Господь, восставь человека, который рассказал бы, высказал все мерзости матери. Выскажи ей. Сергей пишет. Гнатий Тихонович, вы просили обрезать видео с сегодняшних занятий. Вы мне его как-то хотели передать или где мне его найти? Нигде уже поставил, ничего не надо. Я отдельно решил начитать. Так, записан нечисто и подумал, что ничего не нужно делать. А просто заново пересчитаю отдельно. Благодарю. Дмитрий, Гнатий Тихонович, я хотел с вами посоветоваться. Что мне можно сделать или что не нужно делать? Мне 26 лет, моему брату 16 лет. На 10 лет старше. Мы читаем Евангелие вместе, молимся днем и вечером. Но у нас нет дружбы, он всегда со мной спорит. На любое мое мнение у него есть противоположное мнение. Мы родные братья, а как будто чужие люди. Как вы считаете, стоит мне трудиться над утешением отношений или просто оставить его в покое и не затевать с ним никакие темы? Хочется просто иногда с ним вместе что-то сделать. Но он как-то отстраняется от меня. Мне грустно из-за этого. Я говорю, с ним можно переговорить? Дмитрий, он со мной в одной комнате живет, но я не знаю, как вы можете с ним поговорить. Он же не знает, что я вам пишу про него. Может, я вам позвоню, а он, если захочет, послушает. Я говорю, тогда пусть рядом сидит. И он зашел, и вчера мы уже побеседовали. Вы увидите эту беседу, двое, два брата называется. И поцеловал он его, меньшего. Христос среди нас есть и будет. Игнатий Тихонович, благодарю вас за молитв обо мне грешим. Ответы я получил. Спаси Христос. Как-то сразу текст пошел. Словом, вот что значит Игнатий Тихонович помолился обо мне. Игнатий Тихонович, обращение к Алексею Шахматову я отредактировал. И вот что зато получилось. Вот посмотрите, читайте. С трудом, но передачу «За что могут лишить сана священства» все-таки досмотрел. Может из-за времени, но причину стущившегося раскрыть, к сожалению, вряд ли им удалось. Многое почему-то свели на отца Владимира Головина. Хотя истинная причина стущившегося гораздо глубже имеет более чем конкретные причины. Семь человек вчера они там полоскали его. И Дворькин там говорит. Он себя совершенно не видит. Он не видит. Образно сказать, глаза даже уже не видят. Да уже рот залила огнем адским. Сколько натворил дел. Но все равно тоже что-то вякает. Справедливости ради надо все же отметить, что ведущая Елена, на мой взгляд, была во многом ближе из присутствующих к истокам не только причин, но и к истине. А теперь хотя бы кратко о тех самых причинах, которые в передаче конкретно, к сожалению, так и не прозвучали. Причина стущившегося, если бегла, на мой взгляд, не только в отце Владимире, сколько в отсутствии надлежащих православных общин в подавляющих приходах России. Раз нет крепких общин, нет и приходов. По этой и многим другим причинам миряне не знают Святое Писание, то есть Ветхие Новые Заветы. Мало что понимают в службе, поэтому многие страдают маловерием, полагаются на Батюшка, а не на Бога Христа. Поэтому многие из нас уже давно стали не прихожанами, а захожанами, мало зная друг друга в церкви. Десятину не платим. В результате в храмах давно-давно утвердилась торговля, которая естественным образом превратилась в симонию. А когда люди, если и приходят в церковь, то невольно приходят не ко Христу, а к священнику, который в силу своей немощи зачастую привлечает их к себе, а не приводит к Спасителю. Посчитайте дальше сами. Затормозите и просчитайте. Я отвечаю, и Акима нет в Батюшке, а вон деревня, связи нет. И Александр еще тоже по этим периодам. Дачам какие есть, прочитайте. О компьютерных играх спрашивает Гусейнов. Что-то масоны игры придумали. Понял, удаляю игру. Лидия говорит, тоже вот. Вот то, что там он говорит. Савина. Наталья. Вячеслав Семенов. 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 Бомба. Вот все это прочитайте, я насчитал сегодня, так это уже занемог. Роман еще говорит, Вячеслав. Вот Наталья и Роман говорят, что затормозите и просчитайте, это все интересно узнать, это люди, которые здесь в нашем сотрудничестве. Вот такая переписка тут была. День прошел хорошо, было интересно, полез к голубям и, гляжу, одно гнездо брошенное, а там уже голубенок. Ну, так уже видно, что с неделю примерно, но глаза еще не открылись и замерз. А второе яйцо болтун, я его выкинул и все. Я его взял в руке-то, ну, пока я держал на руке-то, прокинул ее, гляжу, у него рот раскрылся. Я подумал, что от тяжести. Я его в руке-то пока подержал, он второй раз рот открыл-то, я скорее домой тогда понял, там у него где-то жизнь бьется. Ну, и тут разные возможности такие. Нагрел кастрюлю, в кастрюле там банку поставил, чтобы не жарко было сильно. И он отогрелся, уже вот скоро будет сутки, как он у меня. Того интересно, маленький, рот не разожмешь. И все, околимался, полностью застывший, в анабиозе был. Вот такое дело-то. Ну, кормить теперь надо. А кормить-то, ну, чем кормить-то, надо знать, чем кормить. Вот все на этом пока.